Stay hungry, stay foolish. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Так говорил Стив Джобс. Не стоит воспринимать это слишком буквально, однако доля правды в этом, несомненно, есть. Как некоторые уже знают, я покинул страну духовных скреп уже давно, и на это потребовалось довольно много смелости. Место, в котором я провожу так много времени, и, наверное, могу считать своим новым домом прекрасно. Я не вижу тут плохих сторон. Я не вижу тут минусов. Возможно, я не хочу замечать недостатков, но, вероятнее всего, их тут просто нет. Застройка территории привлекательна тем, что в каждом доме есть своя уникальность. Несмотря на достаточную практичность этих построек, чья надежность постоянно проверяется свирепыми ураганами и землетрясениями, американский дом с его кокетливыми цветниками и неизбежным газоном поразительно напоминает дачу. Вот только нет нужды что-то выращивать на земле. Ведь полки магазинов ломятся от избытка товаров по весьма привлекательным и доступным ценам для этой страны. Территорию позади дома можно использовать с некоторым толком. Например, в жаркий день разместить стол для посиделок летним вечером, можно установить надувной бассейн, а можно устраивать барбекю. А иногда детские качели будут весьма кстати. При всем при этом вы имеете разветвленную сеть дорог и весьма достойного качества. Супермаркеты, аптеки, больницы, школы, вся инфраструктура и правительственные учреждения доступны. Это необычная страна. Страна, расположенная на земле индейцев, созданная европейцами и заселенной иммигрантами со всей планеты. Важно понимать, что история США не такая древняя, как, например, у Великобритании. Но за все время страна была насыщена технологическими изменениями. Первые самолеты, лучшая электроника, гаджеты, медицина и просторы для бизнеса. Первый крупный официальный и общепризнанный город в США появился только в 1610 году. В 17 веке. Первый город. Ну как вам? А сегодня страна является ведущей на всей планете. Благодаря своей демократии, работающим законам и социальной ответственностью граждан и резидентов страны. Эта страна влияет на нашу с вами реальность. И, как правило, благотворна. Насколько мне известно, в Соединенных Штатах отсутствует государственный язык. Да, почти все на английском, но если вы его не знаете, то вы легко получаете информацию на вашем родном языке. И тут имеется даже специальное телевидение на вашем родном языке. Вы взаимодействуете с миром и он с вами, даже если вы плохо говорите по-английски. Дизайн современного флага страны придумал 17-летний подросток. Рисунок был школьным домашним заданием, за которое, кстати, он получил четверку. На видео этого не видно, но часто можно встретить американские флаги во дворах домов. Это атмосферно. Американцы трудоголики. Многие приходят на работу к 6 утра и не чувствуют дискомфорта, если покидают свою работу ближе к полуночи. Важно отметить, что американцы могут отдыхать. И могут отдыхать с размахом. Про это снято множество фильмов. Во всех штатах легализованы однополые браки с 2015 года. Да, это так. В штате Нью-Йорк и Пенсильвания проживают общины амиши и менаанитов, которые известны полным отказом от благ цивилизации. Да, Америка разная. Страна потребляет 25% общемировых запасов нефти ежегодно. Одна страна потребляет 25% мировой нефти. И с недавнего времени и используют свою нефть. Говорят, что большинство американцев не могут показать на карте ту или иную страну. Я не знаю, насколько это правда. Но дело в том, что в США людей волнуют свои дела куда больше, чем чьи-то еще. И я уверен, что вы и сами не сможете показать какую-то определенную страну на карте с первого раза. Во всяком случае, таких людей большинство. Люди тут открытые и добродушные. Вам не скажут нет, если вы попросите об одолжении или помощи. В странах бывшего СССР, наверное, так же. И это очень хорошо. Важно отметить. Американцы имеют право получить водительское удостоверение с 16 лет, голосовать и иметь личное оружие с 18. А вот покупать алкоголь не раньше, чем 21 год. Это свобода высказать свое взвешенное и адекватное мнение. Это свобода защитить себя и свой дом. Это свобода ограничить себя от дурных привычек. Я это вижу. Именно так. Соединенные Штаты входят в тройку популярных туристических направлений в мире. Это так, и с этим точно не поспоришь. Однажды посетив Кубу, я был впечатлен ее чистотой и климатом, который как раз мне подходит. Тут я вижу то же самое. Или даже лучше. Чистота воздуха и солнечные дни влияют на психоэмоциональное состояние исключительно благотворно. Настроение лучше, солнце ярче и трава зеленее. Так это вижу я. Как можно заметить, если вы живете рядом с океаном, тут есть время для вечернего досуга. Игра в лейбол, прогулочная площадка для собак, пляж, кафе, бары и рестораны. Все это на открытом воздухе. Все под теплыми лучами солнца. Теперь для меня иначе звучит фраза «Я прихожу домой, только спать». На полицейских машинах можно встретить надпись «Protecting and Serving Paradise» – «Защита и служба Раю». Всего лишь надпись можно подумать, однако это подкреплено смыслом. Представитель закона тут скорее ваш друг, который заинтересован в том, чтобы решить вашу проблему. От этого растет доверие властям, и симпатия к ним формирует совершенно новое видение того, каким может быть мир. Мир без окурков на дороге, нет кривого асфальта с ямами. Ведь правда, на улицах чисто, ведь каждый думает, что это мое. Улица моя, город мой, штат мой, это мой дом. Взгляды некоторых жителей бывшего СССР куда проще. В обществе прослеживается остаточное влияние социализма, когда территория, здания, какие-то службы, заводы, лифты, школы – это государство. Не мое, а государство. Мое – это моя квартира. Все то, что за пределами квартиры – это чье-то. Дом – это жилищный комплекс. Школа, например, содержится на региональный бюджет, муниципальная собственность. Прилепить жвачку на парту или исписать стены в туалете – это норма. В пьяном угаре пнуть урну – не зазорно. Или разбить бутылку на асфальте в парке, потому что это не твоя квартира. Такое пусть не слишком часто, но в России увидеть можно. Тут меня радует чистота на улицах и в общественных местах. Все знают, на чьи налоги эта сторона содержится. Все это мое. Каждый так думает и каждый это бережет. Да, в последнее время в России есть некоторая доля сознательных людей и активистов. Может, не все так плохо. Но тут любовь к своим местам практикуется десятилетиями или даже больше. Безусловно, есть свои проблемы. Тут где-то грязно, где-то нужен ремонт. Определенные трудности есть везде. В Штатах, благодаря честности, справедливым законам и ресурсам, деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут именно туда, куда и нужно. Никто не подумает их своровать. Минимальная оплата труда такова, что можно взять машину среднего класса, смартфон последней модели, большой телевизор и возможность отдыхать в любой точке мира. Любой, кто трудится, имеет на то возможность. Воровать смысла нет. Система построена так, что соблюдение законов дает прав и привилегий больше, чем нарушение этих же самых законов. Все это не более, чем мое мнение. Вы, конечно, можете думать иначе. Тем не менее, важно понимать, какая валюта самая стабильная в мире. Важно знать тот факт, что в Конституцию США никаких изменений не вносилось 300 лет. Может, только пару поправок. Страна, которая дала вам компьютер, смартфон и интернет, по определению быть плохой не может. По итогу того, что я уже сказал, вам должно быть ясно, что я все идеализирую. Да, это так. Потому что те возможности, что я тут вижу, больше, чем где-либо. Тут, работая доставщиком пиццы, вполне реально купить себе Гелендваген, например. Вы скажете, а в США есть бедные и нищие. Я отвечу так. Страна дает возможность. А хвататься за нее или нет, решает каждый. Да, судьба у всех разная. Однако пособие по безработице тут выше, чем была моя зарплата в России. У каждого свое мнение. По разным вопросам. Или ситуациям. И это хорошо. Мир, где все думают одинаково, он сильно ограничен.